Добрый день! В эфире Ильявунг ТВ. У нас в гостях чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Республике Армения Александр Владимирович Ганюк. Добрый день, Александр Владимирович! Добрый день! Спасибо, что приняли наше приглашение. Для нас это большая честь. Поверьте, для меня это не меньшая честь выступать на телевидении, причем такого знакового холдинга, как и ваш. Спасибо. Александр Владимирович, Вы долгое время занимали должность генерального прокурора Республики Беларусь. И это Ваша первая дипломатическая миссия. Насколько легко Вам удалось сменить род деятельности? Я, кстати, долго думал, как ответить на этот вопрос. Если я скажу, что я очень легко сменил имидж или поменял деятельность, то, наверное, будет не совсем правильно. Слишком долго я, ну как относительно долго, 9 лет я был генеральным прокурором, и, как Вы понимаете, моя деятельность несколько отличалась от нынешней деятельности. Но как бы это ни странным не звучало, может даже не то, что странным, необычно, то, что я сейчас скажу, это то, что генеральный прокурор Беларуси, но это такое уникальное явление в том смысле, что он, это не исключительно репрессивный орган. Я, будучи генеральным прокурором, очень много занимался экономикой. И более того, у нас такая существует практика, когда у высоких должностных лиц президент назначает наблюдательные советы крупных предприятий, так, в частности, я возглавлял наблюдательный совет Могилев-Лифтмаша, потом я был назначен на наблюдательный совет такого предприятия, уникального предприятия, как Белшина, наш. Поэтому для меня вот нынешняя работа, она в чем-то продолжение предыдущей. Ну, конечно, в части, потому что сейчас мои функции, как посла, кроме тех политических моментов, о которых, ну, даже, наверное, не стоит говорить, это экономически очень, большая экономическая составляющая. Я должен всемирно содействовать экономическим отношениям между Арменией и Беларусью. И моя задача продвижения, скажем, экспорта белорусского. Поэтому в каком-то смысле моя работа посла, это является отчасти продолжение предыдущей работы генерального прокурора, как бы парадоксально это ни звучало. А насколько я сменил род деятельности, наверное, еще даже об этом рано говорить, слишком мало я времени нахожусь в Армении, всего три месяца. Ну, единственное, что могу сказать, что мне очень нравится эта креативная работа, необычная для меня. Я это делаю с удовольствием. Это ваше первое знакомство с Арменией и армянами? Благо, что нет. Почему благо? Потому что это уникальная страна Армения. Хочу сразу сказать, я здесь настолько себя комфортно чувствую, такое ощущение, что как будто я из Беларуси не выезжал. Первый раз я познакомился с Арменией, когда был здесь на празднествах, посвященных столетию генеральной прокуратуры Армении. Тогда мой друг, коллега, генеральный прокурор Артур Давтян, нынешний генеральный прокурор, пригласил меня на это мероприятие. И мы вместе с другими прокурорами генеральными в нем участвовали. Я уже тогда был поражен. А это было изумительное время, июль месяц. Красивейшая страна, обилие фруктов, овощей, уникальные люди. Кстати, по ментальности напоминает мне белорусов. Та же открытость, гостеприимство, та же доброжелательность. Поэтому, когда мне предложил президент поехать с послом в Армению, кстати, он предложил мне несколько выборов, несколько стран. Но, естественно, я, когда узнал, что это Армения, одна из стран является моим возможным будущим местом работы, конечно же, я согласился поехать в Армению. И я вам скажу, что не жалею. Мне здесь очень комфортно работается. Еще раз обращаю внимание, что как будто я у себя на родине. Александр Владимирович, вы вступили на должность в очень сложный поствоенный период. И в беседе с журналистами вы отмечали, что глубоко изучили историю армяно-азербайджанского конфликта, и что вам предстоит в этом направлении плотно работать с вашим коллегой в Азербайджане. Как продвигается работа в этом направлении? Действительно, ну, наверное, каждый человек на моем месте, приезжая в страну, причем, ну, по определению, наверное, думая так, что не на один год, там, не на один месяц едет. В любом случае, командировка посла – это, как правило, пять лет. И, наверное, это правильно было бы. И любой человек на моем месте сделал бы то же самое – изучить историю, изучить страну. А ваша страна очень древняя. Ереван. Недавно 2800 лет, да? Да. Уникальный город. У нас в Беларуси немножко все по-другому. Конечно же, я хотел изучить страну, и, естественно, что мое внимание привлек этот конфликт, потому что он является сейчас краеугольным камнем всего развития отношений Армении с другими странами – с Россией, с Белоруссией, с Азербайджаном и Турцией. Да, я постарался хоть какие-то приобрести знания или получить знания. Не могу я сказать, что я глубоко изучил историю. Тем не менее, ну, просто вам, может быть, для интереса, для ваших зрителей. Наверняка они об этом знают. Но вот я нашел уникальную одну вещь. Оказывается, был такой российский историк, генерал Василий Александрович Потта. Его называют Нестором Кавказской войны. И вот в третьем томе воспоминаний «Персидская война», так называется, третий том воспоминаний этого генерала, «Персидская война 1826-1828 годов», вот эти события, это начало XIX века, очень подробно описываются им. И где-то зарождение этого конфликта, зарождение вот этого всего инцидента или зарождение вот этого всей проблемы, которая на сегодня получила такой очень неприятный вооруженный конфликт, разрешение и так далее. И я вот начал с этого. Я сейчас постепенно, постепенно с этих первоисточников начал XIX века. Сейчас я смотрю работы армянских историков, я изучаю работы российских историков, мне это очень интересно. Но пока я только накапливаю информацию, я каких-либо выводов вряд ли сейчас смогу сделать, но это интересно. Во всяком случае, это надо. Ну, постулат же есть такой. Если хочешь узнать народ, изучи его историю. В период и после войны некоторые политологи обвиняли ОДКБ в недееспособности. При этом широкую огласку получило письмо генерального секретаря ОДКБ Станислава Засе, секретарю совбеза Армену Грикориану, которое было, как считается, дипломатическим предупреждением о готовящихся военных действиях со стороны Азербайджана. На ваш взгляд, продолжает ли ОДКБ являться действенной структурой, готовой оперативно реагировать на угрозы безопасности своих членов? Вот я считаю, что если бы не было ОДКБ, то все гораздо сложнее было бы и в Армении, и в Белоруссии, и в других странах, которые входят в эту организацию договора коллективной безопасности. А в его действенности, я даже думаю, наверное, не стоит многое говорить. Это была показана, эта действенность, дееспособность, ну вообще влияние на многие процессы, в том числе и конфликты вооруженные. Вот этот период тяжелый для вашей стороны в ноябре прошлого года. Поэтому мне бы даже не хотелось сейчас на эту тему много распространяться. Я считаю, что именно благодаря вот этому органу многие вещи и многие направления, в том числе для Армении, такой благоприятный исход получили. Если бы ОДКБ не было, было бы гораздо все хуже. Это мое мнение. И не потому, что сегодня ОДКБ возглавляет наш, мой соотечественник, которого я очень хорошо знаю. Мы вместе с ним служили довольно длительный период и в вооруженных силах, потому что я в генеральную прокуратуру пришел из вооруженных сил, он тоже пришел из вооруженных сил. И генерала Засия я очень хорошо знаю. Даже не потому, что он сегодня возглавляет. До него были руководители ОДКБ. Но в любом случае, эта организация нам очень нужна. И она, я уверен, в будущем будет способствовать наиболее правильному, оптимальному решению многих политических, не дай бог, военных вопросов. Александр Владимирович, как сказалась пандемия и военные действия в Нагорном Карабахе 2020 года на торгово-экономические связи Армении с Белоруссией? И какие перспективы развития в 2021 году? Ну, то, что не могла не сказаться эта ситуация от пандемии, это однозначно. Но я думаю, что еще более сказался вот эта проблема ноября. Как-то вот мне все не поворачивается язык называть это войной. Наверное, это была война. Я почему скажу, что вот как-то я очень аккуратно отношусь к этому слову война. Так сложилось в жизни. В свое время мне пришлось побывать на войне. С 1985-1985 по 1987 год я проходил службу в Афганистане. Я был офицером. То есть мне удалось... Ну, я попал на афганскую войну. Я видел эту войну. Поэтому как-то я вот очень аккуратно отношусь к этому слову. Но когда я начинаю анализировать ситуацию, связанную с Нагорным Карабахом, я прихожу к выводу, что все же это была война. Да, она не очень длительная, как в Афганистане до сих пор. Скоротечная, но тем не менее кровопролитная. Очень тяжело отозвалась в сердцах всех армян. И до сих пор отзывается. Это и в настроении. Я общаюсь со многими коллегами моими. И не только коллегами, но и с простыми людьми. У меня много уже появилось здесь друзей. Я вижу их настроение. И так это все просто. Естественно, вот эти два фактора и пандемия, и еще в большей степени Карабахская война, повлияли на экономические отношения. Тем не менее, как бы это странно ни звучало, но вот мы подвели итог 2020 года, и оказалось, что товарооборот увеличился. Причем очень солидно, процентов на 12. Примерно так. Белоруссия с Арменией. Да. То есть мы активно торговали даже в этот период. А вообще, я так, может быть, Зара сейчас такую скажу, очень непопулярную вещь для наших зрителей. Может быть, они удивятся тому, что я скажу. Я очень аккуратно отношусь к статистике. Это очень коварная вещь. И, наверное, пытаются каждый раз, анализируя то или иное событие, анализируя тот или иной период, приводить статистику. Она вообще ничего не показывает. Да, она констатирует отдельные факты, но вся особенность в том, что сама статистика опаздывает на сам ее период. Если мы говорим о 2020 годе, то мы уже опоздали, значит, в 2021. Надо немножко вперед смотреть. Статистика ничего не дает. Фактически или практически. Вот я сейчас скажу вам без ложной скромности, что мы, наше посольство, начало очень активно работать с армянскими бизнесменами. Опять-таки, не хочу анонсировать, но мы на сегодня... Некоторые проекты, я не буду о них говорить, они очень серьезные, можете мне поверить. Ну вот, последний проект, это к нам недавно приезжал генеральный директор Могилев-Лифтмаша из Белоруссии. Мы заключили довольно крупный контракт и будем участвовать, и уже участвуем. И будем участвовать в процессе замены лифтового оборудования Еревана. Мы в прошлом году выиграли тендер, и уже процесс пошел. В этом году мы принимаем участие в тендере, я думаю, что мы будем успешно в нем участвовать. Так вот, этот процесс дальше пошел. Мы не только продаем сюда лифтовое оборудование, лифты, но уже я договорился и с премьер-министром, мы на это теме говорили, и с вице-премьером. Мы ставим вопрос о том, чтобы создать сборочное производство здесь, в Армении. То есть для вас это будет очень здорово, да и для нас тоже. Мы проставляем свою продукцию, а здесь появятся новые рабочие места для молодых ребят, да и постарше людей. А что такое для Армении новые рабочие места? Я это сейчас хорошо понимаю, прекрасно понимаю. Это очень важно. Поэтому, несмотря на то, что были проблемы в 2020 году, все-таки была заложена основа очень серьезная для 2021 года. И я уверен, что в 2021 году будет этот объем еще выше. Мы пошли по разным новым направлениям. Вот недавно буквально я ездил с группой армянских бизнесменов, этих наших уже говорю, армянских наших бизнесменов, постепенно армянином становлюсь. Ездил в Беларусь для чего? Чтобы помочь им там. Они встречались со многими директорами генеральными предприятиями наших, с министрами. И, как мне сказали эти ребята, бизнесмены армянские, что смысл был в этой поездке. Сейчас мы готовим опять партию армянских бизнесменов, группу. Они очень заинтересовались Минским автомобильным заводом. Они заинтересовались Гродненской табачной фабрикой. Меня особенно волнует вопрос Минского автомобильного завода. С ними встречался генеральный директор МАЗа, который тоже недавно здесь был. И они проявили интерес к закупке автобусов. Причем автобусы в Ереван и Ереванскую область. Поэтому мне представляется, что несмотря на все эти перипетии, на все эти преграды, которые ставят нам жизнь, экономическое сотрудничество Армении и Беларуси будет продолжаться. Я в этом уверен. Во всяком случае, это моя главная задача. Я обязан выполнить задачу, которую мне поставил президент. Александр Владимирович, спасибо, что вы рассказали о совместных проектах и продвижении в этом направлении. Потому что об этом у нас в студии как раз говорил прежний посол Республики Беларусь Игорь Васильевич. И было интересно узнать, какое развитие получили эти проекты. И интересно, каким направлением вы отдаете приоритет в развитии армяно-белорусских отношений? Ну, приоритет очевидно, что экономика – это прагматика. Без этого мы не сможем обойтись. Но все же я бы еще отметил некоторые важные моменты, помимо экономики. Мы говорим, что это всегда важно, что без экономики мы никуда не денемся, от нее мы не уйдем. Но меня, допустим, больше в какой-то степени, потому что мы наладим, в конце концов. Хотя оно и так налажено, мы более высокий уровень достигнем экономических отношений между Арменией и Беларусью. А вот сейчас надо закончиться же пандемия. Нам сейчас надо культурное сотрудничество. Ведь правы люди, что культура определяет, в конце концов, наверное, положение вещей. И я не скрываю, я большой любитель театра. Я очень люблю оперу, я очень люблю балет, я люблю классическую музыку. Хотя в свое время молодости я начинал с Pink Floyd и Deep Apple, но сейчас я перестроился. И мне было бы очень важно, интересно, и это такой довольно оригинальный будет проект, чтобы наши исполнители, наши артисты, наши музыканты приезжали в Армению, а ваши уникальные люди к нам в Беларусь. Потому что вы себе не представляете, как в Беларуси любит ваш дудук. Правда, очень приятно. Я сам, когда мне возможность предоставляется отдохнуть, я ставлю у себя на бомбоксе дудук. Мне нравятся ваши мелодии, мне нравятся ваши песни, особенно народные. Это что-то уникальное. Оно так воздействует. Поэтому вот это культурное направление, мне кажется, будет одним из приоритетных. Я уже не говорю о научном сотрудничестве и о других сферах. Вот, наверное, три основных можно выделить. Это экономика, культура, ну и наука. А самое главное, пожалуй, еще раз хочу повториться, что белорусы и армяне очень похожи. Похожи своими главными качествами, гостеприимством, добротой. Ну а не могу от этого уйти. Я обязан сказать, учитывая, что я нахожусь на территории вашего медиахолдинга, и я знаю, о чем идет речь. Ведь сегодня в Армении пошло уникальное направление, когда ваши политики, политики довольно такого весомого толка, которые имеют большое влияние, говорят еще об одной вещи. У нас же есть союзное государство, Россия и Белоруссия. Говорят, не хватает нам третьего государства. Угадайте, какого? Армении. Конечно, это для нас было бы очень важно. Если бы Армения в состав вот этого союзного государства вошла, все намного проще было бы. И политические вещи, и экономические, я в этом абсолютно уверен. И мне кажется, так оно и будет. Мы не сможем друг от друга существовать отдельно. Ну было время, наверное, вы его не помните, Зарин. Зара, вы тогда еще были дитя. А когда мы разъединялись, когда шел парад суверенитетов и думали, что это здорово будет. Вот я отделился, я самостоятельный, и я буду хорошо жить. Вы видите, к чему это все привело? Поэтому, мне кажется, вот этот период разъединения, который начался в конце 20 века, в начале 21-го должен смениться другой тенденцией. должен привести к объединению. И вот к этому все идет. А вы посмотрите, вот нашим этим экономическим Еврозес-Союзом интересуются ведь не только страны бывшего постсоветского пространства. Интересуются уникальные страны. Интересуется Индия, Пакистан, ну и так далее, Китай. Поэтому я думаю, что вот этих интеграционных объединениях, наверное, залог хорошего будущего любой страны, которая входит в эти объединения, да и не только входящего объединения. Только вместе мы сможем преодолеть какие-то негативные тенденции. Разъединение ничего хорошего не дало и никогда не даст. Александр Владимирович, спасибо вам большое за интересное интервью. И вам большое спасибо. Поверьте, что приглашение на это интервью для меня, ну это, во-первых, было мое первое интервью. Я надеюсь, видите, сразу вас ангажирую, что это не последнее. Но я уверен, что у нас с вами еще будет много тем для разговора. Я знал, я изучал работу вашего медиахолдинга. Это естественно, да? Ведь не дают покоя мои прокурорские корни знать положение вещей. Я вижу, какую вы активную позицию занимаете, именно позитивную позицию. не на разрушение вы работаете, а на созидание, на консолидацию. Поэтому я очень благодарен вам за приглашение и с удовольствием будем работать. Спасибо вам за такую высокую оценку нашей деятельности. Удачи вам. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова